В настоящее время в нашей стране большое внимание уделяется военной службе по контракту. Кто может пойти служить, каким критериям необходимо соответствовать, какие преференции предусмотрены для контрактников, ответы на эти и другие вопросы нашему корреспонденту Артуру Мхце дали в военном комиссариате Карачаева Черкесской Республики. Несколько сидящих за партами молодых людей не сдают экзамен по профориентации. Они, можно сказать, уже сделали свой выбор во взрослой жизни. В данный момент заполняют необходимые документы и в скором времени отправятся в армию, чтобы служить по контракту. Те, кто желает связать свою судьбу с вооруженными силами России, могут получить от государства ряд преференций. При заключении контракта он получает следующие выплаты. Это от 100 до 200 тысяч от главы республики и 195 тысяч от президента Российской Федерации. Также ежемесячная выплата на территории Российской Федерации для контрактника составляет от 40 до 60 тысяч рублей ежемесячно. Для участников специальной военной операции заработная плата может составить до 204 тысяч рублей. Для них также предусмотрено получение удостоверения ветерана боевых действий с дальнейшей ежемесячной доплатой, которая постоянно индексируется. Заключившие контракт военнослужащие имеют право вступить в накопительную ипотечную систему, что впоследствии позволит приобрести собственное жильё. Уйти на пенсию можно по достижении 20 лет выслуги. Если же человек постоянно находится в зоне специальной военной операции, ему достаточно провести там 7 лет, что приравнивается к 21 году выслуги. Гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, от 18 до 60 лет. Категория здоровья А, Б, А годен к военной службе, Б годен с незначительными ограничениями, В временно не годен. Сейчас, в данный момент, берём даже таких граждан. Также набираем на службу по контракту граждан осужденных и имеющих не снятую, не погашенную судимость. После шести месяцев прохождения службы данная судимость будет снята и погашена с данного гражданина. По словам представителя военкомата, на контрактную службу в армию принимаются и женщины. Для этого им необходимо иметь некоторые востребованные специальности. К примеру, повар, связист, медик. Карьерный рост для военнослужащих контрактников, солидная заработная плата, соцпакет. Всё это, без сомнения, может стать весомым аргументом для тех, кто пока обдумывает над выбором своей профессии. Артур Махцелек Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.